Дорогие мои братья и сестры, Всевышний требует своего творения, человека опорности, богобоязненности, установил обряды для поклонения. Ураза Байрам – праздник разговения и окончания великого для мусульман поста. Такое событие отмечается в первые три дня Шаваля, следующего месяца после Рамадана, и в этом году оно выпало на 25 июня. Мусульмане из Пушкинского района и близлежащих городов Красноармейском и Тищ, Ивантеевке и Щелково приехали ранним утром во дворец спорта в Пушкино, чтобы совершить праздничную молитву. По словам пророка Мухаммеда, Рамадан состоит из трех декад, то есть трех частей, в каждой из которых по 10 дней. Первая проходит в поклонении и молитвах, после чего мусульманин получает милость Всевышнего, во второй части – прощение грехов, а в последние 10 дней происходит освобождение от мучений в аду. Кроме этого, существует еще ночь Аль-Кадр, или ночь предопределения, которая считается лучше, чем даже тысяча месяцев. Как говорил наш досточимый пророк Мухаммед, да благословит его Всевышний и приветствует, если бы люди моей общины знали, насколько благословенен месяц Рамадан, то они пожелали бы, чтобы он длился целый год. В течение всего дня, когда отмечают праздник Ураза-Байрам, мусульмане приглашают гостей, угощают различными вкусными яствами, дарят подарки и просят прощения друг у друга. Я вот еще обратила внимание, на улице не все знают, как везти, кто-то раньше встает. Это вот с чем связано? Это связано с тем, что праздничная молитва, она бывает только два раза в год, поэтому человек, конечно, за полгода, за год забывает, как именно молиться. Поэтому для этого есть имам, который стоит впереди, который делает молитву и все повторяют за ним. Просто на улице не всем это видно. Евгений Коломец, Владимир Парфенов, телеканал «Твой». Я хочу выразить большую благодарность главе Пушкинского муниципального района Сергею Михайловичу Гребенеченко и администрации Пушкинского муниципального района за то, что они нам предоставили такую прекрасную площадку для проведения праздничной молитвы.